здравствуйте мои уважаемые подписчики меня зовут ирина шайдова я создаю украшение сегодня я буду работать с аквамарином выложила материал и не удержалась чтобы не снять видео не показать этот красивый шикарный камень вам смотрите какое разнообразие по размерам по формам по цвету у меня в коллекции некоторые из этих материалов я сейчас пущу дело будет сделан комплект и посмотрите какая красота это целое состояние конечно лежит на столе но я всегда в свою коллекцию собираю самый лучший красивый камень из которого потом сочиняю украшения давайте немножко пройдемся по формам по формам камня и размерам смотрите в самом начале у меня лежит шарик я думаю 45 миллиметров четыре с половиной где-то посмотрите какая чудесная цветность у него огранка он полупрозрачный вот шикарные просто очень красивые нити дальше у меня лежит кубик аквамарина это тоже примерно 4 миллиметра и этот кубик собран по цвету если вы видите идет градиент темные светлые темные светлые и так далее это можно конечно использовать в украшении такие украшения более сложные потому что ряды лежат рядом это трудно сделать чтобы и когда вы носите украшение они оставались также рядом но украшение получается очень красивыми за счет именно вот этого градиента цвета у меня много украшений с разными камнями когда один цвет переходит в другой дальше смотрите какой светлый пресветлый шарик 8 миллиметров аквамарин чистейший это просто удача редкость когда такого качества камень дальше у меня лежат нити аквамарина если бы я убрала сейчас вот эти нити которые лежат на заднем плане темные то вот эта нить очень бы хорошо смотрелось и это тоже действительно шикарный аквамарин но аквамарин дальше лежит более темный насыщенный и ну вот на картинке да вот как я вижу через экран вот эти две нити они проигрывают следующим нитям да но во первых это только на картинке смотрите какой чистейший нежнейший аквамарин аквамарин очень сложно снимать на камеру он на камеру смотрится не то что грязнее в нем действительно есть такие включения здесь не все бусины такие девственно чистые да какие то могут быть потемнее даже какую-то зеленцу отдавать на камеру эта разница проявляется гораздо больше и грязный цвет выходит на первый план поэтому сложно фотографировать украшение надо искать именно такой ракурс при котором камни хорошо смотрятся вот но на самом деле камень просто замечательный но и следующие нити дальше вот они чем-то похожи вот на эти нити здесь видите какой темный потому что есть такие же камешки которые будут посветлее тоже красивые я всегда говорю что плохого материала нет из любого материала можно сделать красивое сочетание подобрав ему компаньона под стать и украшение выйдет очень хорошим но вот эти нити да где вот прям прям темный аквамарин сменяется светлым и вот эти мне чем-то кажется похожими вот крупный шарик я думаю что 11 миллиметров где-то он может быть но 10 11 миллиметров до 12 он точно не дотягивает но и больше 10 мне кажется вот шикарного просто шикарного аквамарина сегодня я с ним буду делать украшения сейчас покажу какой камень у меня есть на кулон тоже все все будет шедевр в этом украшении по камням и последняя нить это 12 миллиметров бусины тоже очень крупные эту нить я как правило беру на серьги делаю крупный шарик просто один шарик вот получается красиво и к любому украшению очень демократично просто шарик сережка еще у меня есть очень красивая галтовка аквамарина она тоже полупрозрачная светлая как леденцы и звук такой очень приятный от них но так как эта галтовка не у всех бусин строго по центру просверлены отверстия поэтому на нити они не будут смотреться так стройно но все равно очень красиво еще раз на заднем плане если уже здесь у меня лежит я вам тоже покажу есть галтовка розового кварца тоже прозрачная красивая и она практически идеальная ровная аквамарин в этом плане немножко проигрывает розовому кварцу не все бусины видите одинаковые по размеру ну и плюс еще рассказала что не строгая форма не строго по центру просверлено отверстие и красивое сочетание согласитесь вот этого нежно розового и голубого рядом смотрится вот очень красиво еще хочу показать вот эти большие бочонки осталось у меня их уже немного я их планирую использовать куда-то на кулон и горизонтальном положении или вертикальном такой бочонок будет подвешен на бусы вот они есть побольше есть поменьше такие посмотрите какая красота и еще три формы вот этот аквамарин кубик аквамарина тоже что очень редко бывает кубик аквамарина я думаю что он 9 10 сантиметров крупный кубик с ним вообще я планирую сделать просто бусы через маленькое маленькое разделение металлической бусиной скорее всего и будет шикарное украшение из кубика аквамарина и еще вот такая форма бусины если мы посмотрим сечение на треугольник сечение и я делала уже украшение использовала буквально четыре бусинки в украшение очень хорошо получилось а 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 потому что идеальное качество огранки бусин ведь одна бусинка в другой один в один вот это всегда сразу прибавляет цену то есть не только не только качество самого камня потому что камень можно купить в любом качестве и соответственно в любой ценовой категории да можно аквамарин купить подешевле можно аквамарин купить идеальный с идеальной огранкой за очень дорого но я настаиваю что с любым камнем можно сделать красивое украшение ну и еще у меня шикарный камень на кулон смотрите он тяжелый он толстенький он имеет красивую форму он имеет красивую цветность он имеет структуру ну в общем он живой камень сейчас я сделаю фурнитуру к нему сделаю бусы сделаю браслет и сережки вот и будет такой красивый гарнитур планирую по ходу еще включиться и поговорить с вами рассказать про какие-то свои мысли поэтому оставайтесь вместе со мной а пока не забудьте поставить мне лайк еще хочу сказать вам про еще одну форму бусин вот про эту вот эта форма она продается тоже как аквамарин но это не аквамарин ну то есть может быть и бывает такой аквамарин но вот в данном случае это просто тонированный кварц вот у меня такой есть кварц под аметист под нефрит вот но это только кварц но и соответственно цена все говорит о себе запутались нити вот смотрите какой красивый просто нежнейший по цвету да и если его сюда положить может быть он выиграет у многих бусин вот но это не аквамарин это очень красивые бусины тонированного кварца вот такие бусины у меня есть и под аметист и под нефрит есть такие же бусины такой формы и с натуральным камнем я просто говорю конкретно вот этих трех нитях и и соответственно я никогда не ввожу в заблуждение и вот сейчас я еще одну тут ниточку положу и скажу посмотрите какой чистейший аквамарин нет к сожалению это не аквамарин кому не важен камень а важно только цвет да только украшение само вот это хорошая очень альтернатива которая будет стоить дешевле и будет не менее красивая чем тот же камень и так я приготовила то что мне надо для того чтобы сделать украшение лишнее убрала и что же мне надо мне надо 2 нити бусин 8 миллиметров 2 нити бусин 10 миллиметров скорее 11 жемчуг это натуральный жемчуг я думаю что 6 миллиметров примерно этот жемчуг то есть чтобы он был меньше вот этих вот бусин но и вот этих соответственно потому что я буду делать бусы подвеску которая будет сниматься от бус и серьги причем серьги я буду делать три пары две пары мне надо в серебре и одну пару надо в золоте сделать так и кулон опять этот камень него просто не хочется выпускать из рук один из самых крупных представителей которые у меня были из аквамарина когда я говорю что камни шедевры это тоже шедевр это тоже очень 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 достойный представитель который мог лежать по где-то в музее так но и фурнитура вот столько фурнитуры мне понадобится понадобится был на кулон понадобится колечко размыкающийся с которого можно снять кулон она понадобится вот эти вот крючки которые отстегиваются от колечко бусы можно будет носить с кулоном без кулона шикарный замок на прослед на два ряда вот с таким креплением и здесь расстегивается вот этот вот крючок так понадобится 12 шапочек с фианитами понадобится шапочки без фианитов не знаю сколько просто выложила пока столько но и швензы что еще гематит будет между каждой бусиной стоять гематит гематит у меня три миллиметра это лучше всего подходит бусинам в данном случае до бусинам 10 миллиметров так я еще взяла уже тросик тросик я взяла 038 то есть не толстый не тонкий потому что бусины все-таки 10 миллиметров но бусы мне не сильно длинные будут поэтому больше мне тросик ни к чему и такой же тросик принципе я возьму и на браслет вообще по хорошему если в браслете стоят бусины меньше но в данном случае они не сильно меньше на если бы мелкие бусинки то тогда надо и тросик брать потоньше вот чтобы все хорошо лежало чтобы браслет нет опорщился чтобы он был податливым вот такие вот нюансы еще я не приготовила здесь кримпы укровные бусины но и сто процентов сейчас начнут делать что-то еще надо будет доложить но в общем то основные элементы я уже все выложила так я поставила камеру сбоку потому что только так я смогу снимать в другом положении мне совсем неудобно кому не нравится можете сразу выключить но без всяких претензий вот что я делаю теперь во первых как я работаю до последнее время мне мало места и все время говорят что меня полнейший порядок на столе не всегда естественно этот порядок бывает время от времени я это все разбираю но основная масса до лежит вот так вот все под глазами иначе это вообще невозможно работать вот и мне вот удобно я выкладываю здесь то что надо работаю вот на таких вот поддонах собираю украшения когда соберу это разберу да это соответственно тоже уберу мне вот так вот удобнее и так с чего начинаем я взяла кримпы делаю еще укрывные бусины кримпы также должны подходить к тому тросику который есть да вот у нас в общем-то толстый тросик 038 да и кримпы должны быть потолще если тросик совсем тоненький кримпы тоже должны быть поменьше они тогда лучше будут держать тот тросик так я беру свою нить аквамарина разрезаю мне кажется что я миллион раз просто показывала как это делается в самом начале теперь мне надо гематит гематит у меня уже есть открытый точно такой же но разрезанную же нить мне удобнее это сразу сюда сделать гематит держу вот таким коробкам и коробки у меня сортированы по цвету гематита золото серебро черные но и так как уже много и форм то соответственно и по формам здесь рандель и там круглые бусины там еще какой-то формы чем больше материала тем больше его надо как это группировать потому что ты просто забываешь о том что у тебя есть в итоге это тоже сюда надеюсь что я вхожу ваш фокус на так теперь про вот эти вот лапки которые держит я всегда проверяю чтобы они закрывались открывались в этой лапке есть два отверстия в одно туда входим другое выходим через перекладину здесь есть перекладину и через эту перекладину выходим я очень надеюсь что я вхожу хожу я там или не вхожу точнее надеюсь что вам видно так все берем бусинку и берем два кримпа раз-два я всегда делаю по два кто-то делает по одному кому как больше нравится строгого правила тут никакого нет пропускаю в эти кримпы второй конец два тросика и зажимаю по очереди сначала один пододвигая как можно ближе бусину к этому крючку и кримп в бусине все расплющиваю вот у меня уже один хорошо держится но я все равно закрою вторым не буду нарушать правила не так больше нравится все хорошо вот бывает так что иногда бывает так что ты уже закрыл и понимаешь что бусина все равно не плотно в этом крючке лежит но тогда откусываешь и все переделываешь берем укромную бусину которая да наташ все и насаживаем теперь аквамарин гематит аквамарин гематит той длины которая нам нужна зависимости от того какого размера между бусинами аквамарина будут проставочные бусины так будет выглядеть украшение нам можно ставить одну бусину гематита через 2 аквамарина через три я набрала то количество бусин которые мне нужны как я измеряю у меня вот здесь на столе есть засечки 40 сантиметров 45 50 55 60 но и так далее вот и мне очень удобно я от начала стола в общем отмеряю и все и не надо мне никаких лишних действий совершать мне надо 55 сантиметров примерно так у меня и будет чуть чуть больше вот опять я насаживаю два кримпа последнюю бусину беру и опять в этот крючок вхожу и выхожу здесь есть перекладина оставляя ее между тросиками нее будет тросик держаться прохожу два кримпа и пару бусин подтягиваю все ближе но не перетягивая чтобы бусы оставались пластичными если что надо отодвинуть бусинку потому что потому что не надо чтобы бусы колом стояли и все и таким же образом зажимаю один кримп пододвигаю как можно ближе бусину крючком и рядом второй кримп все хвостик отрезаю если большой хвостик еще пойдет на браслет если небольшой значит просто выбрасываю его и укрываю опять укрывной бусиной аккуратно ее сжимая не спеша стараюсь чтобы она осталась круглой такие вот бусы у меня получились то что остается на ниточке аквамарин завязываю вот из этой партии у меня больше аквамарина нет потому что если если мы делаем бусы это конечно чтобы был аквамарин из одной партии чтобы не получилось что половина бус будет светлее другая половина темнее еще хватит на браслет на серьги вот я сейчас сделала вдруг я поняла что представляете я забыла вставки с жемчугом сделать я увлеклась сборкой бус и забыла сделать вставки с жемчугом значит я теперь эти бусы оставлю так хорошая длина сто процентов куда-то они пойдут еще на какое-то украшение возьму другие бусины и сделаю из них уже с жемчугом точно также только будет у меня четыре вставки раз два три четыре между вот этими шапочками красивыми будет стоять жемчужины все остальное будет сделано точно также маленький нюанс если мы делаем со вставками бусины вот я все время делаю середины то есть не крючки первые ставлю а делаю середины вот с этого места чтобы мне понимать где красиво будут располагаться эти бусины и делать все симметрично и лишь в конце закрывать вот эти вот крючки я выбрала вот эти две нити аквамарина он немножко темнее будет чем аквамарин браслете но это совершенно сейчас разбавится фурнитурой будет незаметно не видно шикарный аквамарин этот и другой вот так вот получилось такое бывает вот так как будут вставки возможно мне хватит и одной нити но может быть и не хватит так когда собираю есть такие зажимы вот где они мои зажимы они мои зажимы вот такие пружинки я один конец тросика зажимаю этой пружинкой чтобы бусины не сваливались все спрашивают где взять такие пружинки они есть разные вот это вот у меня большая пружинка есть совсем маленький и средние пружинки разные вот я покупала по моему в зеленой птички или в мелодии бисера ссылка на мелодию бисера у меня в описании всегда под видео также мой промо-код вот а в зеленой птичке у меня нет промо-кода кто-то меня тут спрашивал недавно вот я начинаю с середины причем не совсем середины с того места где будет у меня вот средние бусины жемчуга жемчуг у меня примерно 6 миллиметров все это можно померить штангель циркулем мне это ни к чему и не самое главное чтобы визуально все хорошо смотрелось и так как бусы будут еще отстегиваться кулон их можно будет перевернуть на не только вот кулоном сюда но и вот сюда поэтому где красиво будут лежать эти жемчужинки очень это важный момент не вот сейчас я смотрю почему-то мне кажется что вот этот аквамарин чуть чуть крупнее чем вот этот хотя до этого мне казалось что она совершенно одинаковый был но другая партия соответственно может быть и другой размер и не обязательно это будет размер 8 или 10 он может быть и 11 может быть 11 с половиной и 10 и 7 может быть красиво вот это такой приятный момент когда ты делаешь украшение и тебе вот прям так нравится я очень люблю свои работы любила их всегда тут я разговаривала с своей знакомой которая делает кукол но со своей подругой можно сказать хочу даже снять видео такое я хочу познакомить вас моих подписчиков со своей подругой которая делает кукол она их но практически не продает она делать дело это продавать не умеет я говорю тань давай я тебе сниму видео такое и расскажу про тебя возможно покажем твои куколы что ты делаешь вот она говорит ты знаешь я стесняюсь у меня горит такой комплекс что мне кажется что можно еще лучше сделать вот горит у тебя такого нет что как бы твоя работа не достойна игру меня такого никогда не было я очень люблю свои работы и любила их всегда когда я вышивала какие-то броши еще не совсем совершенные но я их с таким азартом теплом вышивала и мне так нравилось то что у меня получается в общем я не знаю это я всегда любила и мне всегда казалось что это сделано просто на сто процентов хотя сейчас понимаю что это были несовершенные работы что там мастерства не хватало мне кажется что очень важно любить то что ты делаешь и когда я смотрю рукодельные видео на ю тубе и когда вот есть такой канал дельтинка я вам кстати очень советую там аделя делает очень красивые броши боссы украшения и мне очень приятен ее подход когда она начинает свои украшения хвалить да вот видно что они ей нравятся а это прям один из показателей успеха чтобы ты не сомневалась я понимаю что это сложно сделать вот так сказала сделал да это внутри тебя должно быть я очень люблю вот я сейчас делаю я прям умираю от этой красоты мне очень и очень и очень нравится как получается вот я все время пока вот сижу я примеряю на себя где бы мне вот хотелось на эту длину чтобы лежали эти жемчужины вот так примерно и делаю так как такие жемчужины еще будут и и браслете все будет перекликаться одно с другим не должно быть красиво так но все сейчас я найду где мне поставить вторые и закрою и вернусь тогда к вам я сделала бусы вот в отличие от этих они получились жемчугом вот ярче комарин них вот и теперь мне надо делать браслет а еще мне надо сделать подвеску эту большую большую подвеску для этого у меня есть вот такой был его надо раскрыть если по толщине вот эти ножки леки то можно чуть-чуть их обрезать но тут надо очень аккуратно потому что допустим я несколько раз обрезала больше чем надо и в итоге потом этот был никуда не подходил поэтому смотрите вот эта толщина до между лапками а вот это мой камень надо как-то его смотреть надо или нет подрезать эти лапки так очень аккуратно его надо раскрыть таким образом мне кажется можно чуть-чуть отрезать можно и не отрезать можно и отрезать буквально миллиметр и с этой стороны буквально миллиметр чтобы сам был ближе приблизился к камню теперь мы было вот эти они есть разные по размеру вот этот средний вернее у меня четыре размера таких боевых есть возможно их еще больше так еще чуть чуть не проходит камень проходит камень и когда открываем еще надо вот эти лапки тоже все поставить в одну плоскость чтобы не было что одна лапка в одну сторону другая в другую чтобы они ровно вошли смотрим тоже чтобы все камешки были на месте одну я сделала теперь очень аккуратно зажимаю вставляя вторую иголочку в отверстие чтобы все было хорошо правильно что я подрезала потому что было бы был прям сильно уходил бы сторону руками поджала теперь можно немножко поджать инструментом тоже очень аккуратно потому что камни они бьются они хрупкие надо очень осторожно их и носите делать ни в коем случае не ронять получился вот такой вот кулон и теперь я его сразу надену на колечко вот это колечко размыкается и можно прикрепить кулон и снять его с этого колечка учился вот такой вот кулон к нему будут пристегиваться бусы колечки вот эти они тоже есть разные по размеру можно больше можно меньше примерно надо чтобы хорошо смотрелось на бусах размер кулона в общем чтобы все это было хорошо смотрелось и теперь я еще обнаружила что я забыла еще элементы сюда выложить которые будут держать ряды на браслете будут держать ряды на браслете чтобы эти элементы хорошо подходили к размеру бусин это вот такие вот элементы мне их надо два это уже проверено я делала такой браслет и отлично все это подходит по размеру так вот у меня есть одна нить с бусинами которые в остатке и 2 я положу рядышком потому что мне надо больше так мне надо сделать на определенный размер запястья на потому что здесь уже нельзя регулировать по размеру надо сразу делать на размер поэтому я тоже начинаю делать середины не пристегивая да не закрепляя тросик а начинаю с середины можно сделать сначала одну нить потом другую можно параллельно сразу две кто как любит и я сама иногда делаю так в другой раз по-другому важно чтобы тросик был одного диаметра чтобы не было одна нить тоньше 2 толще есть две таких на размер запястья мне надо сделать 18 я взяла планшет буду делать если размер запястья 18 человек померял в самом узком месте на вот в этом и по планшету я делаю примерно где-то выходит но сантиметра на 2 длиннее браслет иногда на три смотря какие бусины какой размер бусин браслете чем крупнее бусины тем больше будет вот эта разбежка размеров потому что бусина возьмут какое-то какое-то расстояние на себя на свой размер ну что надо примерно представлять где бы хотелось тоже сделать вот эти вставки жемчужные каком месте достаточно я думаю что да наверное достаточно тут я беру обыкновенные шапочки вот у меня 4 миллиметра так как бусины у меня тоже они большие и шапочками я отделяю и бусину аквамарина и бусину жемчуга они как бы будут друг от друга отделены можно не отделять можно тоже будет неплохо но шапочками будет как мне кажется красивее все эти переберу этот коннектор думая что вот это у меня центральная часть замку именно центр только тут точно так же одну шапочку закрою жемчужину вторую шапочку закрою аквамарин и с другой стороны сделаю такое же отделение одной бусины другой вот я делаю всегда по максимуму как мне кажется необходимой фурнитуры да можно же сделать и больше фурнитуры но больше все уже мне кажется перебор да опять таки это только мое видение я допускаю кто-то любит вообще без фурнитуры кто-то любит больше фурнитуры я делаю как мне кажется чтобы не много и не мало и чтобы не жалеть этой фурнитуры потому что можно не ставить шапочки можно но вот хочу сделать как можно лучше и вот это всегда оценивается это всегда видно окно вот это будет центральная часть в браслете и теперь я примеряю вот 18 сантиметров запястья нужно приложить замок какое место он займет да надо ли сделать вот эту центральную часть больше чтоб она хорошо смотрелась или нет но мне кажется что не надо вот я сделаю еще наверное по три бусины а потом уже будет бусина которая будет крепиться кримпы бусина и замок наверное так да я думаю наверное хватит верно хватит будет перебор если мы поставим еще по одной а потом еще последние я думаю что это будет перебор но если будет маленький я вот сейчас все соберу будет маленький разбирать не буду сделаю еще один и поставлю больше в середину на одну бусину тогда я не разбираю браслеты не этому человеку значит другому обязательно подойдет или сейчас мне сразу уже разобрать и поставить туда одну бусинку чтобы точно был посвободнее вот это вот надо решить именно на этом этапе нет давайте я наверное одно в центр поставлю еще одно сюда но примеряем еще раз думаю что будет самый раз потому что есть разные знаете все время понятно что надо чтобы размер не сильно плотно сидел на руке чтобы все-таки браслет ходил по руке туда-сюда но не сваливался при этом ну а тут я еще столкнулась с такой проблемой что у всех разные запястья да и кто-то наоборот не просит сделайте мне чтобы мне было притык чтобы он никуда не уходил браслет поэтому поэтому тут такое дело что одному надо одно другому надо другое все я поставила последнюю бусину и теперь самое главное не перепутать до чтобы не сделать все наоборот туда-сюда и как вот сюда закрепиться ведь здесь такая перекладинка я уже показывала и не раз надо сделать маленький такой крючочек из тросика туда ввести этот крючок и вот этот маленький кончик через перекладину с другой стороны вывести он торчал если не входит надо было чуть-чуть сделать таким чтобы он чтобы можно было его поймать данном случае нам вот этот крючок пока не очень важно куда мы его закрепим когда был вторую сторону уже надо смотреть чтобы все хорошо сила все и теперь этот второй крючок и теперь надо конец тросика вытащить сюда наружу на какое-то небольшое расстояние он будет вот так вот загибаться потому что его никак по-другому не вытащить вот и мало того ой 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 я забыла опять видите я вот заговариваю с вами и забываю элементы так срезаем все что вытащили и шапочкой прикрываем это место тоже можно не делать шапочку можно шапочкой красиво вытащили кусок тросика я еще так вот вместе немножко их сложу все и все то же самое делаем заводим шапочку бусину кримпу еще одну бусинку и закрываем кримпы пододвигаем как можно ближе к замку поочередно расплющиваем кримп еще одну бусинку сюда введем и обрежем тросик теперь то же самое делаем с другой стороны точно посмотрим чтобы все бусины были на месте и проконтролируем положение замка и не забыть шапочку этот раз кажется что совсем мало шапочку украшение а нет их тут 12 штук все теперь мы смотрим этот крючок будет закрываться вот таким образом соответственно нам уже надо крепить вот сюда вниз на что все хорошо было оставляя верхнюю часть для 2 нити окно я откушу поменьше и опять делаю крючок я когда делаю украшение я стараюсь получить удовольствие от процесса может быть не поэтому и так нравится потому что я прям кайфую в каждом моменте в каждом моменте кайфую так видите такое получается кривоватый этот тросик но это видно только сейчас вот на данном моменте все обрежем самое главное тросик оставить чуть чуть побольше не под корешок его обрезать потому что трудно будет тогда работать с ним второй конец немножко сложнее всегда заправлять но тоже все все решаемо я когда стала делать украшение мне было очень сложно у меня руки не слушались вообще вот я думала что-то я делаю не так почему мне так сложно не может быть так сложно вот тоже немножечко надо чтобы были отодвинуты бусы вот чтобы какое-то расстояние все-таки между бусинами оставалось иначе будет неудобно некрасиво неприятно носить этот браслет все мы отодвинули закрываем кримпы укромную бусину одеваем и вот это будет первый ряд и точно такой же параллельно уже можем сделать от начала уже все просчитано концу вот закрепив нити ну что я сделала украшение на шею украшение на руку получилось вот так по длине получился 21 сантиметр как я и думала и получились вот эти бусы которые вначале не получились и я сделала на них тоже очень красивый кулон камень подвеску тоже толстый тоже большой и специально взяла потемнее чтобы был в данном случае контраст бусы посветлее кулон потемнее вот мне кажется что так интереснее вот этот немножко побольше немножко другой формы мне кажется что вот на эти бусы вот этот лучше подходит вот как кажется вам пишите в комментариях не забудьте мне поставить лайк обязательно напишите кто досмотрел до конца потому что мне всегда интересно кто смотрит до конца мои видео чтобы эти люди как-то давали о себе знать на сегодня я с вами прощаюсь до новых встреч до свидания всем всего доброго пока 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 пока